После октябрьских событий в каждом регионе проходили собрания местных жителей. Здесь люди обсуждали вопросы дальнейшего развития страны и высказывали мнение, что Кыргызстану нужен референдум. Наши граждане желают сами выбрать форму правления государством, и эту возможность им даст предстоящий 10 января референдум. За 30 лет независимости мы провели много референдумов. Они отличаются тем, что у народа не было возможности изучить новую редакцию Конституции. Ее принимали вслепую. Сейчас мы хотим, чтобы народ сам выбрал президентскую или парламентскую форму правления. И только после того, как народ сделает выборы, мы будем утверждать Конституцию. Почти все аналитики в голос заявляют, парламентская форма правления в Кыргызстане себя не оправдала. Депутаты, наделенные большими полномочиями, не реализовали задачи по развитию страны. Эксперты связывают это с тем, что нардепы беспокоились только за свои интересы, отодвигая народ на второй план. Сейчас население, по-моему, уже устало от этих политических игр. И населению нужно что? Крепкая власть, чтобы была ответственная власть в первую очередь. На мой взгляд, победит президентская система правления. Почему я так говорю? Потому что я как член Конституционного совещания к нам поступило около 300 рекомендаций, предложений. Десятки людей приходили к нам, мы их выслушивали. И подавляющее большинство выступало именно за президентскую систему правления. Президентская форма правления отличается тем, что в системе государственных органов значительную роль играет глава государства. Именно он несет ответственность за происходящее в стране, за стабильное развитие экономики, за внешнеполитический курс и решение всех социальных проблем. С него будет и спрос. Я считаю, что должна быть президентская форма правления. Все случившееся произошло из-за того, что никто не нес ответственности. А там, где нет ответственности, не будет и дисциплины, и прогресса в развитии. Мы сейчас из старого формата управления должны перейти на новый формат. Напомним, что 10 января гражданам предстоит ответить на вопрос, какую форму государственного управления Кыргызской Республики вы поддерживаете, и выбрать один из трех вариантов – президентская республика, парламентская республика или против всех. Референдум будет признан состоявшимся, если участие в нем примут 30% избирателей.